Абинский электрометаллургический завод – пример успешной реализации инвестиционного проекта. От простого красивого макета на международном экономическом форуме в Сочи до огромного производства, приносящего многобиллиардную прибыль. Частные инвестиции 4 года назад пришли в чистое поле, в нескольких километрах от города. В 2013-м здесь уже запустили вторую очередь завода, сегодня возводят третью. Абинские металлурги установили первый в стране скоростной стан. Завод уже вышел на миллион тонн стали в год. Какая температура? Сейчас температура перед этим меряем 1540-550 градусов. Еще нужно 30-40 градусов нагреть. Интенсивность нагрева 20 градусов в минуту. Объем выпуск плавки 135 тонн жидкой. Чтобы загрузить, нужно 150 тонн лома. Вот он шертует, это три вагона практически, на одну плавку. В течение суток уходит 4500 лома и получаем около 4000 тонн уже готовой продукции. Абинский завод – это повод задуматься для тех, кто еще мыслит в категории Кубань, регион аграрный и туристический. Как доказательство обратного и встреча губернатора с руководителями крупнейших промышленных предприятий края. Понравился завод? Да. Для каждого из вас, кто хочет что-то сделать в нашей стране, в нашем крае, я уверен. Понимаете, вот это ощущение, что это можно сделать, это можно с нуля построить. Это вызывают такие амбиции, такое желание работать, приехать, что-то перестроить. И более кардинально вы себя сделаете в плане освоения, новых территорий, производства, создания и так далее. Я считаю, что это должно вас вдохновить, что вот это чудо у нас на Кубани. Это еще раз доказывает то, что подлежащий камень вода не течет. И на нашей благодатной земле, с учетом наших возможностей, инфраструктуры, конечно, можно создавать и новые совершенно кластеры, новые производственные участки, создавать новые виды бизнеса. Что, собственно, здесь, на Абинской земле, и еще раз доказывает. Рассказывая о том, как начинали строительство завода в 2010-м, председатель Совета директоров Иван Демченко не раз подчеркивает, в нас мало кто верил. Отрасль для Кубани малознакомая. Но поверили власти, помогли землей, инфраструктурой, в виде мер поддержки временно освободили от имущественного налога. Мы сэкономили льготирование налога на имущество. Конечно, 200 миллионов, а где их взять? И сейчас опять, мы сейчас будем выходить, Александр Николаевич, на следующий год, это еще 100 миллионов, понимаете, в чем дело. Опять будем вас просить, соответственно, это такая поддержка. Потом, конечно же, правительство к нам повернулось. Мы получили обратно все наши инвестиционные вложения, это порядка миллиарда рублей, в энергоструктуру. Это строительство подстанции, оставили там они буквально себе чисто символическую сумму, где-то 7 или 8 миллионов, понимаете. А нам эти деньги вернули, мы то вложили их, да, но нам их полностью вернули. Это вообще было как дар Господний с неба. По большому счету всегда государство и бизнес, если они двигаются в одном направлении, доверяют друг друга и поддерживают, то, конечно, по плечу такие проекты и не только. И, конечно, я думаю, что только надеюсь на мудрость главы муниципалитетов, которые понимают прекрасно такого уровня инвестиций. Они же дают даже непредсказуемые последствия в хорошем смысле этого слова. Потому что если такой проект реализовался на территории Абинского района, значит и другие инвесторы понимают, что, слушай, здесь можно, есть рабочий класс, есть руки, есть хорошие условия, инфраструктура, четкая работа власти и так далее. Я уверен, что за Ивановича пойдут и другие, как пример, и это пример для края в том числе. Сегодня в крае 6 тысяч промышленных предприятий, а ведь может быть в разы больше. Программу развития промышленности в регионе профильное министерство готовится представить Минфин край уже через три недели, докладывает Вадим Лукаянов. Еще в начале года Александр Ткачев дал распоряжение подготовить план, где будут четко расписаны каждый кластер со своей специализацией и конкретные бизнес-идеи. Развивать промышленность на Кубани намерены точечно. В программе учли и создание новых производств, и модернизацию старых. Вы знаете, что на протяжении 10 лет последних край активно развивается. У нас растет региональный валовый продукт, у нас достаточно большой рынок потребления. Это около полутора триллионов рублей. И мы считаем, что мы сами для себя сегодня можем создавать предпосылки развития производственного сектора, промышленного сектора. И очень активно работать здесь как на импорт и замещение дальнего зарубежья, так и в конкуренции между субъектами Российской Федерации. В качестве мер поддержки действующих предприятий, край готов пойти на субсидирование процентной ставки по кредитам на приобретение нового оборудования, предоставить налоговые льготы на приобретенные имущества и субсидировать затраты на привлечение высококвалифицированных менеджеров. Тем же, кто собирается организовывать производство с нуля, обещают предоставить готовые площадки для бизнеса с инфраструктурой и субсидировать затраты на присоединение к инженерным сетям. И на федеральном, и на краевом уровне мы готовы поддерживать, мы готовы стимулировать достаточно высококвалифицированные производства, и крупные, и средние. Мы готовы поддерживать развитие, особенно новые инновационные подходы. Я знаю, что у нас в крае достаточно много идей и предложений. У нас есть все возможности. Мы серьезно рассматриваем предложения по развитию подобных проектов под Краснодаром. Мы серьезно рассматриваем таких проектов, ведение их под Армавиром, и считаю, что это наше будущее. В рамках программы обещают поддерживать все перспективные проекты. Огромный промышленный потенциал есть как минимум в шести районах края. Свой индустриальный парк появится в Темрике и Тамани, где сегодня строят порт. Армавир вполне может стать центром машиностроения. Крупный деревообрабатывающий кластер уже закладывается в Абширонском районе. Создание такого кластера позволит, помимо всего прочего, эффективно бороться с браконьерскими вырубками леса. Производители, которые теперь арендуют лесные угодья, уже привлекли к охране казаков. Но главное, мебель из ценных пород дерева, плиты МДФ под маркой «Произведено на Кубани» скоро станут серьезным конкурентом для иностранных поставщиков. Конечно, мы хотим серьезно потеснить, благодаря качеству продукции, потому что обычно это делается из осины. У нас же это будет делаться на как минимум 60% из твердого древесины. То есть мы хотим потеснить еще наших украинских коллег с нашего рынка мебельщикам и существующим, и потенциальным. Это даст возможность быть обеспеченным основным сырьем, и это плиты МДФ на сегодняшний день – это одно из основных видов сырья. Замещать импорт на внутреннем рынке в связи с внешнеполитическими событиями – задача приоритетная, отмечает Александр Ткачев. И власти, и промышленники сходятся во мнении – нужно развивать не только производство сырья, но и переходить к выпуску готовой продукции, востребованной далеко за пределами края. Я глубокий сторонник создания сервисных центров, создания глубокой переработки всех видов металла до конечной продукции. Германия давно уже ведет такую политику, и почти 70% сейчас перерабатывает, и поставила к 2020 году 100% перерабатывать. Вы понимаете, если так продать 70 миллионов – это 50 миллионов долларов, миллиардов. А если переработать – это 2 триллиона. Разница очень большая. И поэтому я приветствую, а здесь сейчас мы стоим на прекрасных потоках, и на Крыму, и туда совершенно открылось все по-другому. Мы должны этим воспользоваться.